Ребят, всех снова рады видеть на нашем канале OptaNet. Сегодня я бы вам хотел показать, как на вашем смарт-телевизоре установить любое приложение и использовать его. Многие покупают смарт-телевизоры, неважно, это Samsung, LG, то есть без разницы. Главное, что это система смарт, то есть можно. Что такое смарт? Это телевизор, по сути, маленький, скажем, компьютер, который можно использовать, то есть как компьютер. То есть установить какое-то приложение, поиграть в какую-то игру без подключения к нему, допустим, ноутбука или стационарного. Системного блока. Также можно установить YouTube, смотреть сразу с телевизора. Можно даже не подключать к нему антенну и просто смотреть YouTube или телеканалы в онлайне. Но многие не знают, как установить приложение. Например, YouTube, чтобы посмотреть ролики. Например, как установить игру для ребенка, чтобы ребенок смог на нем прям поиграть. Или любые другие приложения. Сейчас я вам это покажу. Делается это очень просто и для этого не нужно каких-то специальных навыков. Вы просто посмотрите этот ролик и сделайте это сами. Подписывайтесь на канал, оценивайте ролик, если он вам понравится. Поехали! Для начала на вашем телевизоре открываем, ну, включаем его и смотрим меню. Перед нами множество разных. Есть браузер, множество разных приложений, вкладок и так далее. Нам необходимо или App Store, или Play Market, или еще что-то в этом роде. То есть магазин, скажем так, где можно купить или бесплатно скачать какие-то приложения или игры. Также может быть вот рынок приложений. В моем случае это App Store. Вашим может быть Play Market. Нажимаем сюда и заходим в данное приложение. Здесь мы видим множество разных приложений. То есть здесь есть и интересные приложения для просмотра фильмов. Здесь есть интересные приложения просто игры, скажем, интересные. То есть здесь есть и приложения для музыки. То есть, ну, не то, что для музыки, а где можно послушать музыку, послушать радио и так далее. Фильмы, сериалы, развлечения. Ну, огромное количество разных приложений. Вы выбираете именно то, что вам нужно. Если вы не нашли того, что вам нужно, здесь есть поиск. Вверху, вот видите, есть поиск. Заходим в поиск, открывается перед нами клавиатура или голосовой поиск, если он у вас есть в телевизоре, и пишем все, что угодно. В моем случае, допустим, я напишу YouTube. Хочу установить, смотрите, нас сразу перекидывает уже YouTube. Вот, пожалуйста, все приложения, которые подобно называются, это YouTube Kids, это просто YouTube, YouTube Music и так далее. Вот у вас нету YouTube, а вы просто выбираете это приложение YouTube. И нас перекидывает сюда. Дальше здесь, в моем случае, есть две вкладки. То есть, открыть и удалить. Потому что данное приложение уже установлено на моем телевизоре. Если я нажму удалить, это приложение удалится с моего телевизора. Сейчас происходит удаление. И в вашем случае, если его нету, будет одна вот такая вкладка. Установить. Нажимаем эту вкладочку установить. Ждем несколько секунд. Это зависит от скорости вашего интернета. И после чего данное приложение появится в вашем телевизоре. И вы можете бесплатно абсолютно пользоваться этим приложением. Точно так же вы можете скачать любую игру. Для ребенка, как я уже сказал. Или для себя. Вот таким вот образом выглядит ролик в YouTube, который я уже смотрю через то приложение, которое я скачал. Куча-куча разных роликов. Пожалуйста, вводите поиск. И можете писать все, что угодно. Найти, посмотреть. И абсолютно быстро установить. И бесплатно. Точно так же вы можете зайти в то же самое приложение. В ту же самую вкладку, которую я показал. Чтобы скачать какую-то, например, игру. Смотрите, заходим опять-таки в App Store. В вашем случае это может быть Play Market. Можете просто вот, например, скачать игру с того, что предлагает нам сам телевизор. А, например, я хочу скачать игрушку Red Bell. Это прикольный красный шарик. Вот, пожалуйста, Red Bell. И у нас уже есть она в поиске. Так, Red Bell. Открываем. Видите, она уже установлена у меня. Я нажимаю играть. И сразу мы заходим в это приложение. И управляем полностью с пульта. Вот таким образом это все дело выглядит. Ребят, если у вас остались какие-то вопросы по поводу того, как скачать какое-то приложение. Или как установить его. То есть, что-то у вас все-таки не получается. Даже после такого более-менее понятного обзора. То пишите об этом в комментариях. Я с удовольствием вам помогу. Подписывайтесь на канал. Оценивайте ролик. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч на нашем YouTube канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok